блин такой удар хороший крокодил в общем приехали мы снова на озеро тот платный водоем о котором я говорил ранее и видео с которого уже есть на канале сейчас мы находимся на таком причальчике с которого с этого места можно отправиться на лодке по всему этому водоему исследовать его изучать и хорошо проводить время значит стоимость аренды лодки в прошлом году было 5 злотых за час в этом я еще не знаю мы на эту тему не говорили с владельцами но я думаю что такая же цена и осталась в комплекте идут два весла деревянных якорь огроменный стоящий рядом с этой более большой тяжелый но не важно якорь есть спиннинги собираются два комплекта x1 и bluebird 1 до 10 грамм и до 21 буду ловить на вобблера на силикон пробовать в общем соблазнять местную щуку и окна так первый заброс с лодки я в правила первого заброса не верю поэтому если клюнет кто-то то я буду только рад это легенькая джек головка так где-то около двух грамм и рейнс название которого я так и не запомнил четырех дюймовый будто бы в этом году воды немножко по прибавилось здесь дожди были обильная есть был удар был удар щучий скорее всего щука небольшая поэтому она не засеклась но удар был явно сейчас даже покажу мне новая приманка если это не окунь крупный то зубы должны остаться до зубы есть сейчас попробуем надо ловить я думаю на нем не накололась ну вот как-то добираться она не хочет если не хочет значит мы сейчас павлиров какой-то такой с мелким заглублением потому что здесь глубина там около полуметра может сантиметров 70 мы сейчас кинем градигац в 66 размере вот такой вот беленький с синеньким попробуем мы ездим что здесь стоишь ну вот траву цепляет значит заглубление подходящий почему-то поклевок не происходит до догнала на этот воблер и щука кстати такая немаленькая тверокарбон сейчас они прямо в зубах отличное начало просто великолепно ну кстати флюрокарбон в зубах не оказался как раз вот на грани застежки и воблера самого воблер полностью в глотке напоминаю 66 66 модель суспендер от понтон 21 и вот такая вот прекрасная щучка оказалась у нас в лодке все пускаем нашу послушную девочку ходит в освоясь хорошее начало не правда ли сейчас переместились немножко выше вот уже к концу озера участок с камышом обловить все также на рейнс на маленькую джек головку и посмотрим если глубина позволит покидаем еще воблер и потом уже пойдем в сторону другого края этого озера блин села и сорвалась жаль по моему был сначала один такой предварительный тычок небольшой потом она догнала и села но долго я ее не протащил классно что сейчас дует ветер как раз ту сторону в которую нам надо идти поэтому я могу сейчас просто отсыпать якорь даже не прилагает некий усилий нас несет по течению вот в нужные нам места в очках хорошо видно как возле травы крутится стайка малька этот участок очень интересная сейчас проводки проброшу его силиконом его воблером обязательно ну точно так же как и эту сторону что такой вот построили выход к воде из камней и бетона вот летит какой-то хищник похож на сокола это конечно не орел но полет его такой красивый сейчас ситуация такая что мой опыт который был получен в том году летом на этом водоеме он примерно точно так же и работает то есть я уже примерно знаю где здесь участки с глубиной где более мелководные участки и иду по вот этим местам обхожу те которые меня не интересуют чтобы сэкономить время она более перспективных задерживаюсь потом вот какие-то чайки сидят есть рыбка есть на воблер так сейчас посмотрим какая рыбка щучка небольшая опять отозвалась на воблер силикон кидал кидал блин не хотела вот пожалуйста понравился и крати газ это значит что она тут стоит ее надо ловить кидал силикон крупный но на силикон чудо на а вот на на небольшие воблерки с удовольствием отзывается все с ней хорошо беги есть был тычок такой хороший из сила рыбка и рыбка кстати такая вот она хорошая щучка хорошая вот такая девочка улыбнулась нам на кракджек который еле еле держится в пасти такая зачетная все спасибо это угол озера взяли несколько рыбок с под травы с одной стороны с другой стороны и сейчас вот стоя спиной к углу передо мной вот открывается такие просторы открываются это большей части с одной фоновой длиной около полтора метра интересно то что я кидаю не привязываясь ни к каким характерным изменением чего-то там какой-то бровки или еще просто кидаю тупо вот прямо и у меня уже вторая из трех или из четырех проводок а вторая результативно это сделаю щуку так что вот такой вот опыт он интересен и странен для меня воблера сегодня себя показывают с лучшей стороны сейчас в работе кракджек 78 суспендер есть тучок такой был мощный кинул куда-то хер знает куда блин прямо в молоко туда вот вот она щука стоит вот прям вот пасется на этом оплурокарбон по зубам ёрзайд 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 в самой пасте ну вот такая уже побольше такая как первая немножко ей конечно досталось по жабрам сейчас я немножко поставил отойти но она вот теперь великим удовольствием ушла решил поставить сейчас металлический поводок так как последняя щука мне хорошенько его порезала и не хочется мне сейчас менять перевязывать проще поставить металлическую струну мы проверим заодно будет ли какое-то какое-то видимое такое вот ощутимое изменение в клёве при замене на струну ну вот блин такой удар хороший крокодил нет иди сюда да не надо сейчас мы тебя с никуда ты не денешься там у тебя все полно вот она очередная красавица скушала крик джек и оказалась у нас гостях все отпускаем эту очередную около килушку килограмм я думаю не должен вот опыт показывает что не боится сейчас щука струны атакует смело и в очередной раз крик джеков приносит хорошую щуку есть блин как же она потянула я думаю на камере хорошо будет видно маленькая но как она потянула просто как динозавр какой-то подаем этот достаточно обжитый по берегам его настроили таких вот домиков разных кто-то живет здесь постоянно кто-то сделал себе здесь дачу вот поэтому в плане береговой рыбалки конечно этот водоем очень некомфортен потому что приходится обходить множество участков с частной территории и так далее то есть лодка в этом плане открывает гораздо больше возможностей чем береговая ловля хоть озеро само по себе и небольшое что же солнце заходит уже в принципе все что могли мы сделали половили сегодня щуку конечно же не трофейных размеров но все-таки я считаю что очень хорошо что касается окуня то я думаю ему следовало бы посвятить конкретно отдельную рыбалку потому что все таки на весельной лодке не сильно вот хватает времени все охватить все виды ловли а окунь именно вот здесь очень сильно меня интересует возможно в скором времени будет рыбалка по окуню конкретно в этом месте а так щучья рыбалка удалась до скорой встречи не хвастань чешуи окунь